Я думаю, что уже по дороге стало понятно, что мы не в Украине. Те, кто скакал на Европейдане за европейский выбор, для начала рекомендую приехать в Белгород и проехаться. По самому Белгороду, по белгородским дорогам, едем в обычное село, и заезжали слева, справа, везде асфальт, везде все проложено, домики аккуратные. Сейчас пока сделаем настоящий европейский автобан. Причем доводилось бывать в Германии ничем, картина не отличается и качество дороги. И, кстати, вот ощущение после 10-15 минут езды на автомобиле, вот именно что-то не так после Харьковских дорог. Не трясет, не подкидывает. Ну, пока сто... Нет, вот маленький поселочек. Да. Это село Мелехово. Даже, наверное, футер больше. Пока пауза. До Мелехово два километра. Цивильная развязка. Ну, такая дорожка пошла в село в сравнении с развязками. Еще одна развязка. Есть комплексы, вот, по, скажем так, штат смены пять человек. Из этих пяти человек один охранник. Его задача будет, ну, скажем так, мониторы в кабинете и, по мере, скажем так, наполнения емкости, а полуприцепа для навоза или как там, вот что там, помета. Вот он наполняется, он вызывает машину, которая меняет полуприцеп, перецепляет, уходит. Вот это, а четыре человека на компьютерах. Вот это все делают. Вот представь, вот до чего технологии здесь у них есть. Много, 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 много такого интересного, вот, таких вещей, кажется, там, гимнастейское хозяйство, что тут в Белгородской области. Не хватает кормовой базы, даже учитывая то, что много болей, здесь, скажем так, неухоженных. За это сейчас что-то там какое-то наказание, если извинишь за карантином, потому что здесь же и сорняк уже трости. Вот губернатор приучит хвост и гривы. Если даже и твоя земля, но не обрабатываешь, то будьте любезны обрабатывайте сети. Вот так тоже, это уже, я не знаю, как это будет. Да, да. А, кстати, видишь, по кормовой базе могли бы нормально сотрудничать с Харьковской области, так? Ничего себе, да какая, даже какая, в Украине сколько земель стоящих. Нет, вот, 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 заседание. Конечно, конечно. А у нас возят с Ростова зерно, с Ростова, Ставропольский край, оттуда везут. Потому что не хватает здесь, для того, чтобы это всё, как говорится, обеспечить это. Сейчас научим. Сейчас научим. Можно сказать, экскурсия Харьковского сепаратиста по земле Белгородской. Приехали посмотреть Европу. Вот она типичная, кстати, картинка немецкого автобана. Один в один, сто процентов. Вот как я ездил. Вот именно с такими откосами, вот, развязка сто процентов. Вот она, Германия. А мы в России. Так. А почему тут бензин? Кстати, зашёл я недавно в магазин наш АТБ, который считается самым пешёвым. И вот так вот для себя просто внимание обратил, насколько подорожали цены. Вот та, которая у нас была кукуруза, так иногда возьмёшь баночку, когда не сезон. Та, что стоила у нас 5,60-5,80 помню, такая баночка. Зашёл, смотрю, 8,5. Вот. А с собой было, ну, типа, 7 гривен с дачи оставалось. Думаю, зайду возьму кукурузу. Зашёл уже. Так же то же самое. Хоть пиво возьми, хоть мясо. Вот просто обратил внимание. И идёт вверх, цена идёт. Вот такое говорили, покращение покращение. Вот. А теперь отход до покращения, по-моему, уже все почувствовали. Но пока почему-то молчат. Вот. Короче. Собственно говоря, Крым в Белгородской области. Ха-ха! Второй Крым! Это ж уже давно. Это ж было, я так понимаю, ещё до референдума. То есть вот здесь вот были крупнейшие плодово-ягодные сады. И кто помнит времена советские, такие были плодово-ягодные вина. Вот. Кстати, были совсем-совсем дешёвые. Но именно натуральные, без всяких эссенций. Вот здесь эти были огромные сады. Вот. Ну, которые были вырублены, собственно говоря, в эпоху борьбы с мясом. Вот это был огромный сад. Ну, вот. Ну, сейчас уже вот восстанавливаются. Вот новые сады садятся. Так что проехали второй Крым. Кстати, слова короче, это второй Крым. Это слова принадлежат Мичурину. То есть человек знался наперёд в Белгородской области. А это уже восстанавливают новые сады, которые, я так понимаю, второе поколение предпринимателей уже восстанавливают в Белгородской области. Вот. Так что ждём плодово-ягодных вид из Белгорода. Такая ностальгия по молодости. Вот уже подрастает беремца. А вот лайк по-белгородски. Ха-ха. Сто процентов. Закат. Закат. Сто процентов. doing junto. Понятно.